Совет Улимов Таджикистана Совет Улимов Таджикистана установил дату священного месяца Рамазон, об этом пишет Авеста со ссылкой на секретарят Совет Улимов Исламского Центра Таджикистана. 1 мая состоялась встреча сотрудников Совета Улимов по поводу определения начала месяца Рамазон, и было принято решение назначить начало месяца на 6 мая, то есть 5 мая вечером в мечетях Таджикистана прочтут Таравех Намаз. Напомним, что мусульмане всего мира с нетерпением ждут наступления этого месяца и заранее готовятся особым образом, однако в некоторых мусульманских странах ежегодно возникают разногласия в определении начала месяца о Рамазон, так как традиционный для мусульман метод определения начала месяца по видению Луны не устраивает авторитарные режимы. Корреспондент Хабархо обратился к Дому Лошу Кирхону из Душанбе, чтобы он прояснил ситуацию с началом месяца о Рамазон. Проблема с определением наступления и окончания Рамазона существует во многих мусульманских странах на протяжении около 100 лет, и в странах Центральной Азии в том числе. Подконтрольные властям муфтиаты все это время определяли и продолжают определять наступление и окончание священного месяца заранее, причем в каждой стране по-своему. И бывает, что мусульмане в соседних странах начинают и заканчивают пост в разные дни. На самом деле, ислам четко установил метод определения начала месяца о Рамазон, и он заключается в визуальном наблюдении молодого месяца, так как пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Поститесь с видением молодого месяца и разговляйтесь с видением молодого месяца» — Бухари. Интересно также и то, что в последние годы все меньше мусульманских стран назначают начало и конец месяца Рамазон заранее, возвращаясь к тому методу, который мусульмане использовали на протяжении всей своей истории, то есть к ежегодному наблюдению месяца на небосклоне. Мухаммад, да благословит его Аллаху, и он был мусульман, и он был мусульман, и он был виноват, и он был виноват, и он был виноват, и он был виноват, и он был виноват. 29 апреля в российском городе Узловая мужчина зверски зарезал кассира, нанеся женщине из Узбекистана порядка 20 ранений ножом, после чего скрылся с места преступления. Охранники супермаркета останавливать мужчину не стали, пишет издание «Тульские новости». От полученных ранений потерпевшая скончалась в больнице. Полицейские в кратчайшие сроки установили личность подозреваемого, им оказался местный житель по имени Андрей, 1984 года рождения, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По информации издания, убийца являлся соседом погибшей Умиды, между ними ранее происходили конфликты из-за поведения мужчины, тот злоупотреблял спиртным и часто слушал музыку на большой громкости. Умида С, у которой остались трое детей, не раз просила Андрея К вести себя тише, но тот не реагировал на ее просьбы, а недавно в отместку повредил дверь, ведущую в квартиру женщины. Коллеги характеризуют погибшую Умиду С исключительно положительно, она доброжелательно относилась к окружающим, охотно помогала соседям. Следует заметить, что жестокие расправы над трудовыми мигрантами из Центральной Азии происходят в России все чаще, что является неизбежным результатом шовинистической российской государственной пропаганды, с одной стороны, и попустительства со стороны правоохранительных органов, с другой. Репортеры без границ и Национальная ассоциация независимых СМИ Таджикистана, Нан Смит, призвали прекратить блокирование новостных сайтов. В обращении, распространенном 29 апреля, сообщается, что последние годы таджикские новостные сайты заблокировали или же периодически блокируются властями по непонятным причинам. Закон о необоснованной и самовольной блокировке информационных ресурсов со стороны службы связи при правительстве Таджикистана продолжаются, завел председатель Нан Смит Нуриддин Коршибоев. Абсурдность обстоятельств состоит в том, что поскольку уполномоченный орган не может дать нам конкретный ответ за свои действия, мы не можем обжаловать их действия или бездействия. Призывая правительство Таджикистана выполнить конституционные права граждан, а также свои международные обязательства в сфере свободы информации, напоминаем, что любые непродуманные решения властей способствуют повышению протестного потенциала общества, добавил он. Также в документе отмечается, что не только новостные сайты блокируются, но и даже такие социальные сети, как Facebook, YouTube и другие. Как отметил главный редактор Азия Плюс Умет Бабаханов, что в прошлом году сайт агентства был заблокирован несколько раз на срок от нескольких дней до нескольких месяцев. Нынешняя блокировка может быть связана с отказом Азии Плюс опубликовать несколько заметок, полученных от властей, отметил он. Азия Плюс высказывалась о том, что их блокируют именно за то, что они не публикуют то, что им навязывают. Напомним, что режим Рахмона блокирует любые неподконтрольные ему средства массовой информации, в том числе и зарегистрированные в Минюсте, не говоря уже о независимых каналах и сайтах, которые не имеют официальной аккредитации. Поэтому они не могут обосновать свои поступки и делают медвежью услугу правительства Республики Таджикистан.